МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжит новости 24 в студии Зухра Алиева. Здравствуйте. Я и мои коллеги расскажем о главных событиях к этому часу. Сократить ДТП на дорогах республики. О поставленных перед инспекторами задачах говорили сегодня в ходе встречи с журналистами. Передовые информационные технологии в медицине внедряют и в Дагестане. Учебный центр для специалистов открылся на базе Минздрава республики. Здоровье и дальнейших побед. Делегация парламента и Минспорта республики посетили тренировку вольников. Махачкала попала в десятку городов с самыми низкими ценами за квартиру в новостройках. Квадратный метр жилья в столице республики в среднем стоит 29 тысяч рублей. Согласно данным федерального портала недвижимости Домофонд, в столице Кабардино-Балкарии квадратный метр жилья стоит чуть больше 30 тысяч рублей. Чуть дороже обойдется квадратный метр в новостройках Краснодарского края и на третьей позиции Саратов. Там квадрат 33 тысяч рублей. Самое дорогое жилье по-прежнему в Сочи, городах Московской области, Туле и Ульяновске. В Дагестан не пустили более 117 тонн семян подсолнечника и изюма. Руссельхознадзор выявил наличие в отубранных образцах карантинного вредного объекта горчака ползучего. При осмотре больших грузов, прибывших из Турции, выяснилось, что представленный фитосанитарный сертификат является недействительным, а продукция не прошла предварительного уведомления. Опасный товар растительной продукции был недопущен к ввозу из Иранской республики. Там также был выявлен зараженный изюм. Опасная партия груза была отправлена обратно, и в отношении его владельцев составлены протоколы об административных правонарушениях. Снизить смертность на дорогах республики, избежать громких ДТП, научить водителей профессиональной этики. Эти и другие задачи поставил перед дорожными инспекторами глава республики Владимир Васильев. В беседе с журналистами начальник управления ГИБДД Александр Шалагин рассказал о неутешительной статистике, о том, какие меры предпринимаются, чтобы исправить ситуацию. Камиль Дебятов продолжит. Сотрудниками ГИБДД республики задержан водитель, находящийся в нетризмом состоянии. На федеральной автодороге в ходе ДТП погиб водитель и его пассажиры. Женщина и ее несовершеннолетний ребенок погибли в карете скорой помощи. Смертность на дорогах надо снизить. Это жестко потребовал глава республики. Этого будет добиваться от своих подчиненных и начальники ГИБДД. В автомобиле Приора едут пять пассажиров, в том числе один несовершеннолетний, 15-летний мальчик. От удара Приора бьется об КамАЗ, КамАЗ переворачивается. Приора уходит на встречную полосу, уходит в кювет. И, кроме того, еще и на одного из участников, вылетевшая из Приоры, на женщину наезжает следом идущий автомобиль Мерседес. Страшнейшие последствия, страшнейшие последствия. Четыре человека погибают, в том числе три человека погибают на месте. Одному человеку оказывается медицинская помощь, и он в итоге скончался в больнице. Причина ДТП такова. Водителя утомленного дорогой тянуло ко сну. Не последовав посылам организма, он продолжил движение. Итог четыре прерванных человеческих жизней. О чем я хочу сказать и к чему я хочу призвать сейчас всех гостей, жителей республики. Устал? Отдохни. Не нужно двигаться по дороге, если ты чувствуешь, что ты засыпаешь. Моментальные последствия, страшные последствия, как в нашем вот этом дорожном транспортном происшествии. Погибли все жители одного села. Дагестанцы гибнут не только в ДТП с участием железных коней. Пешеход – главный участник дорожного движения. Подвергается большей опасности. Примеры трагедий разные. Сопутствующей причиной стало то, что пешеход, как это не банально звучит, слушал музыку. Переходил проезжую часть в наушниках. Не стал, ну как бы, и в тот момент, когда водитель уже мог предотвратить наезд на него, а вы знаете, что звуковой сигнал подается именно тогда, когда нужно предотвратить наезд. Не так, как у нас это происходит повседневно, для того, чтобы кто-то с кем-то поздоровался, поприветствовал, а именно для того, чтобы предотвратить дорожный транспорт на происшествии. Здесь этого не удалось, из-за того, что человек был отвлечен на прослушивание аудиозаписи на своем телефоне. На плечи начальника ГИБДД возложена ответственность. Глава Дагестана Владимир Васильев поручил сократить смертность на дорогах. И один из способов решения пропаганда – безопасность дорожного движения. Камиль Девятов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Росгвардейцы почтили память погибших в Кизляре в результате нападения банды Радуева в январе 1996 года. Отдать дань памяти своим коллегам пришли участники тех событий, среди которых были как действующие сотрудники, так и ветераны. После минуты молчания участники памятной акции возложили цветы к мемориалу памяти погибших при исполнении служебных обязанностей. Напомню, что ранним утром 9 января 1996 года около 300 человек под командованием бандита Салмана Радуева совершили вооруженное нападение на Кизляр. Сначала террористы захватили больницу, взяв в заложники мирных жителей. Уже на следующий день боевики на автобусах двинулись по направлению к Чечне, но были остановлены федеральными силами. Всего жертвами этих событий стали 78 человек. Среди них были сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и гражданские лица. Выступающие говорили, что они должны стать примером для подрастающего поколения, особенно для молодых сотрудников Росгвардии. Учебный центр для специалистов открылся на базе Минздрава Дагестана. Здесь врачи будут обучаться всем передовым информационным технологиям в медицине. Проект реализуется в рамках внедрения программы «Бережливое правительство». В компьютерном классе врачей научат правильно вести электронную медицинскую карту в программе льготного лекарственного обеспечения, информационной системе демографии и работе с федеральными и региональными информационными системами. Состоит учебный центр из 16 рабочих мест. Компьютерные грамотности врачей будут обучать более 10 экспертов. Начнут со столичных медработников. 10 объектов культурного наследия Дагестана войдут в разработанный виртуальный 3D-тур. Его автором стал житель села Кумухлакского района Гасангусейн-Шавлуков. Посетить уникальные памятники Дагестана теперь можно, не выходя из дома в режиме онлайн. На платформе Google карта, а также в разделе «Виртуальный 3D-тур» на сайте Агентства по охране культурного наследия Дагестана. Качество изображения на высоком уровне, что создает эффект реального присутствия. В список 3D-тура вошли следующие памятники. Это джума мечети Дербента, Кумуха и Ахты, Знаменский собор, Гамсутль, Горские башни, Датунский храм, Кахипские башни, Хучнинская, Ахтынская и Преображенская крепости, а также Свято-Успенский кафедральный собор. Махачкария привели в порядок и обновили парк воинов-интернационалистов. Арт-объект с фотографиями солдат, павших на поле боя в ходе войны в Афганистане, был полностью реконструирован. Также в парковой зоне установлены фонарные столбы, скамейки и урны, воркаут и детская игровая площадка и даже родник из природного камня. Работы проводились по программе о формировании комфортной городской среды. Сегодня мы официально открываем сквер, сквер-парк интернационалистов, воинов-афганцев. Вы знаете, как нам тяжело было, на самом деле, как сказал наш уважаемый Марк Тузалевич, отстоять от некоторых людей, чтобы здесь незаконными путями были установлены, присвоены земельные участки и так далее. Молодые ребята, представители студенчества и научного сообщества из разных регионов России прибыли в Дагестан для участия в форуме «Дружный Кавказ». На протяжении нескольких дней для студентов будет проведен ряд различных мероприятий, направленных на повышение уровня знаний участников в области межнациональных и межрелигиозных отношений и развития межкультурного молодежного сотрудничества. Абдул Алиев с подробностями. Вот такое жаркое начало противовес месяцу в календаре. Санаторий «Каспий» в эти дни станет центром для студенческих лидеров из разных регионов страны. Молодые люди успеют за это время подружиться, узнать больше о культурных, национальных особенностях друг друга. Главным организатором форума выступил Дагестанский гуманитарный институт в рамках проекта, поддержанного Федеральным агентством по делам молодежи. Форум собрал с разных уголков России лучших руководителей молодежных объединений, которые поставили перед собой цель научиться дружить, научиться понимать и принимать друг друга, какими бы то мы ни были. Открытие посетил министр по делам молодежи. В своем выступлении он отметил, что форум предоставит возможность молодым людям обмениваться мнениями и наладить связи для дальнейшей совместной работы. То, что Дагестанский гуманитарный университет сегодня это делает за счет средств грантов, проводит такие молодежные мероприятия, это очень важно, и мы поддерживаем и вместе проводим такие мероприятия. Такой форум. Я думаю, что по итогу ребята получат новые компетенции, новые коммуникации, контакты между собой и будут более эффективно работать и в студенческих самоуправлениях сообщества, да и вообще в рамках реализации молодежных мероприятий, молодежной политики. Лидеры на студенческом уровне сегодня. Возможно, лидеры нашей страны завтра. И от того, какими важными человеческими качествами они будут обладать, зависит будущее всей нации. И самым важным качеством является взаимоважение среди всех народов. Ну, я думаю, форум называется «Дружить в Кавказ». Я думаю, можно подружиться с новыми людьми, познакомиться, показать то, что ты умеешь и приятно провести время. Ну, естественно, я с этого форума для себя тоже пользу получаю. Также хожу на тренинги, знакомлюсь с новыми ребятами. А сейчас на форуме, наверное, уже до этого говорили, что в зарубежных республиках тоже ребята есть. Вот с ними тоже очень интересно познакомиться. Более двухсот участников. У каждого свой жизненный путь, свои цели. Но уже сейчас в них закладывается багаж знаний, с которыми они в скором времени уже серьезно вступят во взрослую жизнь. Послам организаторов опыт, приобретенный на этом форуме, несомненно, поможет будущим молодым людям принимать правильные решения на пути к намеченным целям. Молодежный форум продлится несколько дней. За это время будут проведены различные тренинги, научно-практическая конференция и, конечно же, спортивные мероприятия. Все это будет направлено на укрепление дружеских отношений между представителями молодежи из разных регионов России и зарубежья. Абдулла Алиев, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Карл-Дахкенский район. И о спорте. Здоровья, удачи и побольше золотых медалей. С такими пожеланиями к дагестанским борцам обратилась делегация парламента и Минспорта республики. Накануне гости посетили тренировку вольников, которые готовятся к новому сезону. Подробнее Курбан Рагимов. Высокие нагрузки уже позади. Борцы оттачивают тактику и проводят контрольные схватки. Подготовка сборной Дагестана к Ярыгинскому гран-при вышла на финишную прямую. Уже две недели спортсмены тренируются в обновленном спорткомплексе на берегу Каспия, который в свое время был базой футбольного клуба Анжи. Хочу пожелать вам успеха, спортивного, здоровья. Ну а мы со своей стороны будем стараться создавать вам нормальные условия, чтобы вы видите, что построены залы, строятся другие сооружения. Это все для того, чтобы молодежь могла развиваться, чтобы они могли защищать интересы нашей страны, нашей республики. Благодарны вам очень. Сегодня этот один из лучших комплексов на Северном Кавказе. Могу сказать уверенно, что аналогов нет на берегу моря. Все создано. Вот этот два зала, например, зал борьбы. Особенно в последнее время наши ребята нас радуют, приносят немало великих успехов. От имени борцов за поддержку и внимание гостей поблагодарил Сажит Сажидов. По словам главного тренера команды, ребята подходят к турниру в хорошей форме. Из лидеров на ковре нет чемпиона мира Заура Угуева, который вынужден пропустить начало сезона из-за травмы. Сборно проходит нормально. Ребята, самое главное, в таком боевом настрое, духе знают, куда они готовятся, что их ожидает впереди, какая у них ответственность. И я надеюсь на это. Но, конечно, я никогда не делаю прогноз о том, сколько именно будет медалей. Мы рады будем тем медалям, которые у нас будут. И желательно, конечно, побольше, чтобы были золотые. Сегодня первая группа вольников уже отправилась в Красноярск. Там они поборются за путевки на гран-при. Основной состав сборной вылетит в столицу Сибири через неделю. Ярыгинский турнир стартует 24 января. Итоги соревнований станут главным критерием отбора борцов на весенний чемпионат Европы в Бухаресте. Курбан Рагимов, Магомед Расул Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Это все новости к этому часу. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин